Всем привет! Продолжаем путешествовать по моему маленькому городу Красному Санкт-Петербургу Сегодня я хочу вам рассказать немножко о доме по адресу Миллионная 26 Первым владельцем этого часа по миллионной был кабинет секретая Петра Первого Макаров В 1720-х годах здесь появилось первое жилое строение Здание имело два этажа небольшую пристройку, соединенную с основным корпусом небольшой аркой После пожаров в 1730-х годах Макаров продал эту землю Рудольфу фон Бисмарк предку знаменитого канцлера Я зачитываю то, что я нашел в Википедии на сайте сети ВОЗ и различных других изданиях в интернете В 1740-м году Бисмарк был арестован отправлен в ссылку и дом перешел к казну а затем стал принадлежать вельмаршалу Миниху историк из Мозик называет одним из первых владельцев участка князя Голицына В конце 1770-х годов дом купил граф Петр Васильевич Заводовский Кетерина II подписала указ о покупке дома Заводовского для размещения здесь пажеского корпуса в 1785 году Как раз в этот период отдельно стоящий флигель слился с основным зданием на месте промежутка между корпусами сейчас существует строение конные проемы только обозначены в книге из Мозика «Пешком по миллионной» утверждается, что пажес корпус находился здесь с 1760-х годов а в 1780-е переехал в дом номер 20 С 1802 года участок стал принадлежать вдове врача императорского двора Эберинга В 1803 году для нее по проекту архитектора Русска здесь было выстроено существующее сейчас здание помещениями для магазинов Кстати, здесь располагалась известная в то время Константинопольская контора где продавались импортные товары Очень известный магазин Супруга Эберинга Анатасия Ивановна владела им позже на протяжении более 20 лет Она сдавала помещение в наем С осени 1825 по 26 в доме Эберинга жил одноклассник Пушкина Один из его близких друзей поэт Антон Александрович Дельвик Он писал своей невестике Квартирка как игрушечка Она на большой миллион и в доме госпожи Эберинга в третьем этаже В 1830-е годы участком владел врач Николай Федорович Аренд Именно он был направлен Николаем Первым к смертельно раненому Пушкину Здесь жил один из славянофилов Александр Алексеевич Киреев в 1860-х годах Здесь жил и в 1893 году умер поэт Александр Николаевич Опухтин Его навещал композитор Чайковский на музыку которого был положен ряд произведений Опухтина Как пишет в Википедии Опухтин был гомосексуалом И отчасти на этой почве у него сложились очень тесные отношения с Чайковским Семьи Чайковского считали что именно Опухтин развратил Петрушу в 13-летнем возрасте Сам же Опухтин к этому времени был уже любовником классного наставника Шиллер Шульднера Так справка В начале 20-го века дом был запасным для Владимирского дворца Квартиры по-прежнему сдавались наем Сын великого князя Андрея Владимировича хотел снести старое здание выстроить новое но помешала Первая мировая война и к 1917 году часто перешел во владение к наследникам Абамилек Лазарева владевшим домами соседними номер 24-22 Здесь снимал квартиру барон Петр Николаевич Урангель который вошел в историю как один из символов белого движения контрреволюции В 13-м году гражданский инженер винограда здесь жил В послевоенный период в доме на набережной жил Борис Борисович Петровский выдающийся советский археолог историк-востоковед директор государственного эрмитажа Вот какой дом Рассказывают, что в этом доме жил Юрий Герман Рассказывают, что здесь жила семья Руф и Офи Руф это будущая жена Аркадия Райки Здесь жил военный инженер полковник Миллер этнограф Ольбер Огге советский африканист этнограф, историк, лингвист один из основателей африканистики в СССР и организатор музейного дела член-корреспондент Академии наук В 20-х-30-х годах здесь жил артист Александринского театра Туденцов жил солист императорской оперной труппы Фигнер Кто еще здесь жил? Здесь жил и Людин Андрей Яковлевич русский беспартийный старший полновик завода арестован 2 сентября 1937 года приговорен по статье 58.6.9 к высшей мере наказания жила Мерец Ида Антоновна заведующая 4-м отделением публичной библиотеки им. Салтыкова Щедовина приговорена по статье 58.6 к высшей мере наказания расстреляна в городе Ленинград 5 мая 1938 года Пигельман Ганс Густавич эстонец публицист поэт профессор пединститута Герцена приговорен по статье 58.1.а к высшей мере наказания расстрелян в 1938 году да, сложное было время ну вот и все что я хотел сказать по дому который находится по адресу миллионная дом 26 все всем пока всем привет до свидания пока-пока субтитры